Добрый день, дорогие ребята! Начинаем наш урок русского языка. Буква к букве будет слово. Слово к слову речь готова. И напевна, и стройна. Музыкой звучит она, если грамотна она. Желаю вам работать внимательно и открыть что-то новое для себя. Удачи всем! Проведем словарную работу. Отгадайте, с каким словом сегодня будем работать. Хлебный злак, из зерен которого изготавливается мука, идущая на выпечку белого хлеба и других хлебных изделий. Правильно, пшеница. Обратимся к выписке из этимологического словаря. Пшеница – общеславянское название. Образовано с помощью суффикса «ица» от «пышено». Пшено. Пшено – общеславянское название. Пыхайте, толочь, пихать. Буквально значит «толчёное». Вывод. Слова пшеница и пшено – дальние родственники. Значит, безударную гласную в слове «пшеница» можно проверить словом «пшёнка». Хотя речь идёт о совершенно разных растениях. Подберите однокоренные слова к слову «пшеница». «Пшеница», «пшеничка», «пшеничный». Устно составьте предложение со словом «пшеница». Молодцы, ребята! А теперь проведём наблюдение над словами «холода», «сторона». Поставьте в словах ударение. Выделите в данных словах корень. Подчеркните безударные гласные в корне слова. Сколько безударных гласных в корне каждого слова? Правильно! В корне каждого слова две безударные гласные. Исходя из данного материала, определите, чему будем учиться сегодня на уроке. Тема нашего урока – слова с двумя безударными гласными в корне слова. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с особенностями проверки слов с двумя безударными гласными в корне слова. Закрепим умение правильного написания безударной гласной в корне. Умение подбирать проверочные слова. Проверим первую безударную гласную в слове «холода». Холод. Проверим вторую безударную гласную в этом слове. Холодный. Сколько проверочных слов надо подобрать, чтобы проверить слово с двумя безударными гласными? Правильно! Два проверочных слова. Подберите два проверочных слова к безударным гласным в корне слова «сторона». Стороны, сторонка. Сформулируем вывод. Чтобы проверить слово с двумя безударными гласными, надо подобрать два проверочных слова так, чтобы безударный гласный стал ударным. Проверка слов с двумя безударными гласными в корне – это орфограмма. Составим алгоритм проверки правописания в слове двух безударных гласных. Первое. Прочитайте слово. Второе. Поставьте ударение. Третье. Выделите корень. Четвёртое. Определите место безударных гласных в корне. Подберите проверочные слова. Сколько безударных гласных в корне, столько и проверочных слов. Напишите слово. Вставьте буквы. И седьмой шаг. Обозначьте орфограмму. Посмотрим, как записали транскрипцию следующего слова. Полосатый. Запишем это слово буквами. Но прежде выясним значение этого слова. Подберём однокоренные слова. Полосатый, имеющий полосы. Проверили первый безударный гласный. Назовём предмет ласково. Полоски. Проверили вторую безударную гласную. Теперь запишем слово буквами. Полосатый. Выделим корень. Применим новые знания. Подберите к словам проверочные слова. Используя алгоритм проверки правописания в слове двух безударных гласных. Такие слова. Колосок, бережок, голова, лошадёнка, борода. Проверьте себя. Прочитайте слова. Распределите слова в две группы. Напишите каждую группу в отдельный столбик. В первом столбике у нас будут слова с двумя безударными гласными. Во втором – с одной безударной гласной. Подчеркните орфограммы. Подберите проверочные слова. Проверьте себя. Сгруппируйте однокоренные слова по образцу. Проверочная, проверяемая. Говор, разговор, говорить. Молоток, сторожить, деревянный, зеленеть, молот, сторож, дерево, зелень, молотит, сторожка, деревья, зелёный. Проверьте себя. Обратите внимание, правописание букв, обозначающих гласные звуки, является трудным в том случае, когда звуки находятся в безударном положении. Чтобы проверить написание таких букв, необходимо подобрать однокоренное слово или форму, в которой она обозначает ударный звук. Слова с буквосочетаниями ОЛО, ОРО, ЕРЕ пишутся СО или Е соответственно. Вставьте в слова пропущенные буквы. Подчеркните сочетание ОРО, ОЛО, ЕРЕ. Тонкий волосок, высокий колосок, звонкие голоса, полосатая кошка, крутые берега, утренние заморозки, умная голова, весёлая молодёжь, Ярко зеленеет городской парк. Проверьте себя. Прочитайте пословицы. Про доброе дело говори смело, старых почитай, молодых поучай, родная сторона, сердцу дорога. К словам с двумя безударными гласными подберите проверочные слова. Проверьте. Говори, говор, разговор, молодых, молод, молоденький, сторона, стороны, сторонка. А теперь представьте, что вы редактор газеты. А в тексте очередного номера вкрались ошибки. Найдите их и исправьте, подбирая проверочные слова. Стоит чудесный зимний денёк. Вот сидят на ветках птички. На голове чёрная шапочка. Спина, крылья и хвостик синие. Грудка жёлтая. На короткой шейке у птички словно галстучек. Клёвик у птички тоненький. Хороша птица-синица. Проверьте себя. Молодцы, ребята! Вы хорошо поработали на уроке. На уроке вы узнали, что к словам с двумя безударными гласными в корне слова надо подобрать два проверочных слова. Слова с буквосочетаниями ОЛО, ОРО, ЕРИ пишутся с О или Е соответственно. Научились находить безударные гласные в корне слова. Подбирать проверочные слова. Можете правильно записывать слова с двумя безударными гласными в корне слова. Творческое домашнее задание. Придумайте 10 слов с двумя безударными гласными в корне слова. А я благодарю всех за внимание. Спасибо за урок. До свидания. До новых встреч.